МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И начнем выпуск с главных тем дня. Блокбастеров хватит на всех. В Минкульте опровергли сообщение о введении QR-кодов в сахалинских кинотеатрах. Как попасть из Южно-Сахалинска в Южно-Сахалинск? Размежеванная территория, проданная частнику, оставила людей без дороги. При невыясненных обстоятельствах тела троих мужчин обнаружили в одной из квартир в Шахтерске. Тот, чье имя нельзя называть, Волан-де-Морта и другие обитатели вселенной Поттера заглянули на сахалинскую вечеринку. Не так страшны ограничения, как о них и говорят. В минувшую пятницу на традиционном брифинге по ситуации с коронавирусом специалисты Сахалинского Роспотребнадзора озвучили возможность очередных проверок соблюдения антиковидных мер уже с понедельника. Главной точкой преткновения стали кинотеатры, куда, судя по словам специалистов, должны были начать пускать строго по QR-коду или сертификату о прививке. Сегодня в развлекательных заведениях поспешили успокоить горожан. Постановления о таких радикальных мерах не поступало. Посещать кинотеатры, как и раньше, можно при наличии маски. Мы работаем в штатном режиме, по билетам, пускаем в кино. Никаких сертификатов на прививку мы не требуем. Никакой информации от учредителя нашего нам не поступало. У нас ковидная рассадка так и продолжается. Мы 50% заполнения залов у нас. Поэтому вы можете спокойно прийти в кинотеатр, приобрести билеты и посмотреть фильм. Размежевали так размежевали. Участникам запутанной истории стали жители северо-восточной части Южно-Сахалинска. Их лишили дороги, по которой последние лет 40 они ходили и ездили ежедневно. Как так вышло в тупиковой ситуации, разбирались мои коллеги. Тотечные застройки, узкие дороги и вечные заторы. Это улица Сахалинская. Вроде бы яблоку здесь негде упасть, но очередной участок, расчищенный от частных домов, стал лакомым куском и был продан под коммерческий объект. И все бы ничего, но вместе с пролегающей здесь дорогой, не все равно как жителям частных домов, так и счастливым обладателям квартир в двух арендных домах ипотечного агентства. В панике все. Два больших дома у нас. И мы все, конечно, этим обеспокоены. И вообще, когда нас туда заселяли, в эти дома, нам обещали, что обязательно будет асфальтированная дорога. Вот уже сколько мы живем. Я живу с самого заселения, с ноября 2016 года. Эта дорога была очень удобна для нас, потому что даже другого выхода, мы просто даже вчера это обсуждали все вместе, есть дорога на Хомском шоссе, но там одна сплошная, там мы не можем никак проехать. Рядом с дорогой, которой больше нет, последние 49 лет живет Виталий Анатольевич. И сколько себя помнит, столько и ухаживает за ней вместе с соседями. Когда в начале октября поперек дороги образовалась канава, люди взяли лопаты и засыпали ее. Спустя неделю на том же месте выросла гора земли в перемешку с кусками асфальта. Территория частная, остальным ни проехать, ни пройти. Мы с соседями отправились по инстанциям и подняли старый генплан, в котором указана наша дорога, она есть. Но по истечении какого-то времени произошла реконструкция улицы Сахалинской, при которой дорогу улицу Сахалинскую расширили, и частные участки, получается, у нас как бы сузились, для лежащих Сахалинских. В нынешнем генплане сейчас у нас этой дороги нет. Дорога осталась в памяти жителей в приложении «Двагиз» в кадастровом плане отпечаток границ участка. Размежевали, так размежевали. В соответствии с проектом планировки, сквозного проезда на улицу Сахалинскую с улицы Александра Матросова не предусмотрено. Ограничений каких-либо к проезду, к домам, которые бы в том числе повлияли на доставку спецслужб, тоже не имеется, потому что существующий проезд – это Сахалинская улица Лермонтова, улица Александра Матросова, в нормальном исполнении именно как дорога, в настоящее время имеет место быть. Чтобы выбраться на улицу Сахалинскую, отныне нужно застрять на улице Лермонтова с односторонним движением. Выезд на Холмское шоссе запрещает двойная сплошная. Единственный вариант – ехать за 3-9 земель, выполнить разворот и продолжать движение к городу. Ранее на участке располагались частные дома, их давно снесли, но объявился собственник и заявил права на территорию вместе с дорогой. Участок свой продал новому владельцу, который в свою очередь не против оставить дорогу, при условии, что администрация либо выкупит данный отрезок, либо предложит другой выгодный частнику вариант. Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья завершается в Южно-Курильске. С рабочей поездкой по поручению губернатора в районе накануне побывал председатель областного правительства Алексей Белик. Он проверил ход работ на объекте. Дом на Океанской улице должны сдать в декабре. Предыдущий подрядчик не справился с обязательствами, контракт был расторгнут. Новый зашел на площадку только в сентябре, но обещает сделать все в срок. Новоселье в ближайшие месяцы отпразднуют 12 семей. Сейчас вот придут материалы, уже все заказано. Вот, фасад у нас здесь, окна сейчас у нас уже, вот они сейчас на погрузке находятся, лес погрузки. В Владивостоке. Вот, да, ну, корабль уже сейчас. Ну и постепенно сейчас доводим крышу туда, кровлю. Вот, кровлю делаем в Сахалине, я имею в виду дерево. Тут дерево особенное. Сейчас самая главная задача, сейчас все, как бы, люди у нас, как бы, на благоустройке. Ну и вот уже сейчас завезли трубу, будем устанавливать леса, готовить все пассажиры. До конца года справились? Я думаю, что да. Сейчас в Южно-Курильском районе ведется строительство еще 11 домов. В них заселятся больше 170 семей. Напомню, Сахалинская область одной из первых в России расселила жилье, признанное аварийным, до 1 января 2017 года. После Москва поддержала инициативу губернатора Лимаренко о включении региона в новую программу, рассчитанную на расселение ветхих домов, признанных таковыми до 1 января 2021 года. Восполнить, если не пробел в истории, то сохранить память о русских офицерах и солдатах, воевавших за целостность сахалинской земли, решились неравнодушные островитяне при поддержке областного агентства по делам молодежи. В свет вышла книга «Сахалин. Последний рубеж русско-японской войны». Если современное поколение неплохо ориентируется в событиях Второй мировой, то война начала прошлого века многим неизвестна. Запуская вот этот проект, члены молодежного правительства, Лена Красильникова, Александр Агибалов, они преследовали целью напомнить, не только молодежи, но и взрослым, многим взрослым иногда нужно тоже это напомнить, что здесь была советская власть, что здесь были русские люди, что здесь русские люди развивали эту территорию, и эта территория по праву наша. Поражение России в этой войне привело к трагическому исходу. В числе других потерь южная часть Сахалина, согласно Портсмутскому соглашению, перешла к Японии. Авторы намерены продолжить поиски материалов о русских офицерах и солдатах, державших оборону южных сахалинских земель. Сегодня у нас не сколько презентации книги и не сколько представления бюста. Сегодня мы возвращаем образ человека, который в памяти сахалинцев является образом героизма и стойкости. Мы по возможности ищем и собираем информацию по этим людям. Вот в частности, ну, помимо сегодняшнего мероприятия, мы установили, ну, до дня смерти судьбу Стерлигова Бориса Андреевича, тоже одного из офицеров, вышедших с Сахалина, выведших своих людей. Тоже человек сложной и такой трагичной судьбы. Бюст капитана первого ранга Василия Петровича Быкова передан Долинскому краевическому музею. В этом районе село Быково носит имя легендарного дружинника. Необычно, непривычно, но все о тех же бытовых проблемах. Сахалинский чехов-центр открыл 91-й театральный сезон постановкой питерского режиссера Петра Шерешевского. Произведение «Атила» в свежем взгляде с материка и исполнение странных артистов в нашем следующем сюжете. Уже в холле чувствуется трепетное ожидание оценки зрителя. Чехов-центр взбудоражен. Постановка «Атила» нестандартна для репертуара театра. Разве что прошлогодние экстремалы того же режиссера похожи некоторыми деталями. В целом, еще до премьеры становится ясно. Обычного и привычного можно не ждать. Вообще я не знаю, что такое обычный спектакль. Поэтому для меня любой спектакль, в принципе, это путь в неведомое. Все-таки в театре мы пытаемся заниматься искусством. Поэтому каждый спектакль, он необычен, но он, естественно, существует в некой традиции сегодняшнего дня, сегодняшнего театрального языка. И зрителю стоит ожидать размышления о болезненных темах сегодняшнего дня и болезненных темах собственной души. Древнеримская трагедия переместилась в современный нам мир. Но для простоты восприятия с декорациями решили не перебарщивать. На сцене ящики, пластиковые стаканчики и стены из гофрированного железа. Много только людей в военной форме. Мы в этом спектакле в меньшей степени думали о локациях. Это больше ощущение большого космоса, страшного, железного, внутри которого существует бытовое совершенно пространство, гостиничный номер. И все события, они как-то перетекают исключительно по этим внешнему кругу и внутреннему малому бытовому. Имитация выстрелов, бешеный взгляд актеров. Спектакль начинается достаточно просто. Иностранный посол, журналистка и жгучее желание приструнить варваров. А дальше все усложняется, и уже каждый увидит свое. И пусть Атила – древнеримский вождь племени тех самых варваров, но здесь параллель для каждого зрителя своя. А суть одна – политические игры, войны, нестабильная обстановка как среди верхов, так и среди обычных людей, которые идут за своим вождем в страхе или по зову сердца. Скажи ему, пусть болит за твоим пиратом! Скажи, пусть озен бьется угол! Пускай торопится кричить считать, ему недолго жить! Идет Атила! Я так ударю, что пусти Европа! Неоднозначного много сцен, вгоняющих в краску и того больше. В этом спектакле похоть переплетается с убийством страх, с ненавистью, месть, с отмщением. Постановка больше походит на жесткое военное кино. Без цензуры и с глубоким разбором цикличных бичей общества. Это еще не все на сегодня. Смотрите после короткой рекламы. При невыясненных обстоятельствах тела троих мужчин обнаружили в одной из квартир в Шахтерске. Тот, чье имя нельзя называть, Волан-де-Морт и другие обитатели вселенной Поттера заглянули на сахалинскую вечеринку. Субтитры делал DimaTorzok Ритуальное агентство «Черная роза» возьмет все сложности, связанные с вашей утратой на себя, предоставит прощальный зал и поможет вам достойно проводить близкого человека в последний путь. Круглосуточный телефон 29 39 07 Рады представить новую социальную аптеку в Южно-Сахалинске по адресу улица Пограничная 55А. В социальной аптеке представлен широкий выбор современных лекарств, ортопедических товаров, оптики, детского питания и товаров для мамы и малыша. В удобном зале самообслуживания вы сможете самостоятельно выбрать все необходимое. Каждого покупателя здесь ждет высокий уровень обслуживания и доступные цены. Хотите еще дешевле? Социальная аптека предлагает удобную систему предзаказа через сайт твояаптека.рф, где ежедневно для вас действуют акции, бонусы, промокоды. 16 октября, суббота. Открытие нового магазина «Азбука мебели». В честь открытия скидка 10% на все. Подарки и сюрпризы ждем вас 16 октября в 11.00 на проспекте Мира 468. Корпорация развития Сахалинской области принимает и рассматривает заявки на размещение производств на инвестиционных площадках. В нефтегазовой сфере, в сельском хозяйстве, пищевой и перерабатывающей промышленности, стройиндустрии и лесопереработки. Современная инфраструктура, удобное расположение, перспективы роста. Подробности на сайте Корппсо.ру Тюльпаны расцветут следующей весной в новом зеленом уголке Южно-Сахалинска. Небольшой тематический сквер разбили на тресечении улиц Сахалинска и Железнодорожной. Малопривлекательный и заболоченный в прошлом пустырь превратился в уютный уголок в восточном стиле. Здесь появились отсыпанные дорожки, беседка, мостик и цветы. Накануне в сквере завершились основные работы по благоустройству. Сейчас здесь расположены, посажены как многолетние, так и однолетние растения. Вся композиция строилась вокруг этого растения, которое на заболоченном участке. Это называется рогоз. Решили его сохранить и наоборот обыграть так, чтобы он... То есть, почеркнуть этот растение. Этот участок все-таки передадут на баланс города, проведут необходимые работы по определению, кто будет содержать эту территорию. И, конечно, мы хотели бы, чтобы тут все-таки был порядок. Идея создания пространства принадлежит активистам проекта «Чистая страна». Они выиграли грант правительства Сахалинской области, поддержал инициативу и бизнес, помог с покупкой растений и обустройством территории. Эфир продолжит рубрика «Точка отсчета». В Шахтерске выясняются обстоятельства и причины смерти сразу троих мужчин. Их тела нашли в одной из квартир жилого дома на улице Интернациональной. Их личности уже установлены погибшей в возрасте от 45 до 50 лет все местные жители. На место незамедлительно выехала следственная оперативная группа, эксперты, а также сотрудники областного следственного управления. В ходе проведения осмотра места происшествия на телах умерших каких-либо телесных повреждений не обнаружено. До установления причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Уснули, но спаслись в Южно-Сахалинске в воскресенье. Городские спасатели и случайные прохожие спасали людей, попавших в огненную стихию. Пожар возник в деревянной пристройке к частному дому, потом он перекинулся на крышу. Это и заметили прохожие, которые вызвали на место спецслужбы. А пока те ехали, помогли выбраться из дома двоим мужчинам и двум женщинам. Как сообщают очевидцы, все четверо были сильно пьяны. Пили с пятницы. По счастливой случайности никто из них не пострадал, кроме пореза на руке у одного из мужчин, когда он выскакивал из дома через окно. Причины пожара еще выясняются. Одна из возможных версий возникновения огня – электротехническая. А в Хомске местные спецслужбы спасали жителя портового города, который вылез на козырек балкона, да еще и без штанов. Сообщение в полицию о странном поведении мужчины поступило около 16 часов. Спасать неизвестного, который мог сорваться вниз, приехали сотрудники МЧС, полиции и медики скорой помощи. Все это время мужчина то расхаживал по козырьку, то садился передохнуть, то с кем-то разговаривал и жестикулировал. После уговоров спасателям удалось заставить мужчину вернуться обратно в квартиру. Ну а после его доставили в лечебное учреждение. В Паранайске водители стали чаще пить и садиться за руль нетрезвыми. Об этом стало известно накануне после подведения итогов работы местной дорожной полиции за 10 месяцев с начала года. Как сообщает ведомство, и таких задержанных и отстраненных от вождения выявлено 134. Это на 20% больше, чем в прошлом году. 23 водителя за тягу к спиртному и поездки в таком состоянии заработали себе уголовные статьи. 197 паранайских водителей за езду без прав оштрафованы, либо отправлены под административный арест. Поезд до Хогвартса привез всех поклонников Романов о мальчике, который выжил в арт-резиденцию «Маяк». Здесь и прошло главное волшебство – приключенческая игра на знание вселенной Гарри Поттера. Такого еще не было на Сахалине. Хотя с момента первого знакомства со школой магии и волшебства прошло более 20 лет. Сегодня уже новое поколение увлечено героями Романов Джоан Роулинг. И организаторы, что называется, попали в яблочко. У многих взрослых с детства мечта побывать в Хогвартс, побывать, увидеть этих волшебников вблизи. Мы стали запускать у нас в городе Хогвартс-экспресс. Ездим на волшебном поезде до Корсакова и обратно. Но желающих намного больше, чем мы можем объять. Поэтому решили всех собрать еще раз на одной площадке и показать уже новых волшебников, которые у нас появились. На одной площадке прогуливается тот, чье имя не называют приличной магией. Его противник Гарри Поттер. Образ мальчика, который выжил, стал самым популярным среди гостей. Но главный уже повзрослевший. Вероятно, из последнего фильма «Дары смерти». Ведь сегодня мы объявили величайший день перемирия между мной и Гарри. Чтобы собрать здесь самых замечательных, талантливых волшебников этого города. Чтобы познакомиться и собрать из них самые достойные команды. За что я благодарен каждому, кто сегодня участвует и пришел к нам в гости. Если посмотреть вокруг, направо, налево, огромное количество детей, огромное количество волшебников, которые действительно верят не в фокусы, а в магию. Что нас всех вместе и объединяет. Это очень важно. Поэтому, да, сегодняшнее мероприятие 100% интересное, увлекательное. И это однозначно победа. Косплей и предполагает. Костюмированный фестиваль уговаривать участников не пришлось. У кого было время приготовить наряд и примерить на себя образ волшебника, все как один пришли подготовленными. Те, кто не успел, вошли в команду маглов. Сергей Ким и Ольга Лисных стали победителями конкурсов на сайте АСТВ.ру и на радио АСТВ. Сергей привел на Поттерфест своих племянников Ярослава и Софью. Ольга пришла вместе с сыном Александром. Просто была возможность, чтобы показать детям, что не только можно сидеть за компьютером, а вывезти куда-то на какое-то мероприятие. И, соответственно, ради этого я принял участие, победил. На сайте АСТВ, да, там был конкурс, довольно-таки неплохой. В принципе, мне повезло. Мы ехали с ребенком, возвращались с его дополнительных занятий и по радио услышали, что будет проводиться сейчас конкурс. Дозвонились самыми первыми. Вопрос был очень легкий. И мы выиграли билет сюда. И вот выиграла билет я, пришли мы вместе с ребенком. В каждом уголке вселенной Гарри Поттера гости постигали науки, магии и чародейства. Кому-то удалось покорить сложные игры, передохнуть в баре три метлы. А кто-то прямиком отправился в косой переулок, где его научили делать волшебную палочку. Тут без магии точно не обошлось. Как фанат Гарри Поттера, этой вселенной мне очень нравится. Я очень рада, что вот это такое придумали. Будет ли продолжение этой приключенческой игры, на этот вопрос могла ответить только профессор Трилони. Как профессор Трилони, могу сказать вам точно, что такие подобные мероприятия у нас будут еще проходить. Только дату не скажу, она в секрете. Ближайшее мероприятие у нас будет Хогвартс-экспресс. Вы тоже сможете там посетить наш поезд, отправиться в Хогвартс. Да, там тоже будет много всего интересного. Преподаватели из нашей школы в общем-то и чародейства. Это в будущем. А сейчас команды Гарри Поттера и сторонников Волан-де-Морта состязаются в умении владеть волшебными палочками и заклятием поразить противника. Раз, два, три! Грубил! Не дотянули. Футболисты Сахалина проиграли Рязани на домашнем поле в воскресенье. Исход встречи шел к ничей, но неудачный пас у собственных ворот привел Островитян к проигрышу в один мяч во втором тайме. А затем нелепое удаление молодого сахалинского игрока привело к еще одному голу в створ Александра Хорошилова. Хотя в тот вечер многие задавались и большим количеством вопросов к главному арбитру встреч. Вполне возможно, что в одном из эпизодов Рязань заслужила пенальти в свои ворота. Благодарил всех за эту игру, потому что команда билась, пласталась. Хорошее движение было. И даже когда мы остались десятером, то есть мы ни в чем не уступали. Я думаю, что справедливым бы результатом сегодня была ничья. Ничья, но, к сожалению, видите, футбол такая игра, где от футболистов еще не все зависит. Есть люди в черном, в желтом, в красном, которые решают судьбу матча. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон»